Здравствуйте, мои юные друзья. Зовут меня Светлана Михайловна. Я заведующий детской библиотекой поселка Знамя Октября. Сегодня я хочу вас пригласить на познавательный час. Знакомство с природой. Сегодня мы с вами поговорим о дельфинах. Дельфины – это приветливые жители морей и океанов. Известны всем. Игривые и любопытные. Они с удовольствием приближаются к людям, чтобы пообщаться. Их кожа скользкая и гладкая. На солнышке блестит, словно покрытый лаком. Это морские животные, а не рыбы. Они дышат, всплывая на поверхность время от времени. Их детки питаются молоком. Взрослые дельфины едят рыбу. В разных местах нашей планеты водятся разные виды дельфинов. Есть и пятнистые, и серенькие, и даже черно-белые, похожие на косаток. У дельфинов принято помогать друг другу. Если одному из них плохо, он ранен или ослаб, другие дельфины помогают ему подняться на поверхность и вдохнуть воду, толкая его вверх своими спинами. Таким же образом дельфины спасают тонущих людей. Дельфины повторяют разные движения за ныряльщиками, включаясь в игру. Они с удовольствием выполняют разные прыжки и трюки, любят публику, легко обучаются. Общение с дельфинами помогает некоторым деткам излечиться от сложных болезней. Поэтому в дельфинариях проводят специальные курсы для тех, кому это необходимо. А сейчас я вам хочу предложить послушать сказку о белом дельфине. На горизонте Синего моря появился чуть заметный силуэт корабля. Он приближался все ближе и ближе. Теперь уже его можно было хорошо рассмотреть. Это был трехпалубный пассажирский лайнер. Он шел очень плавно, так как на море был полный штиль. И поэтому его пассажиры прогуливались по палубе в любой из красотой моря. Капитан – это самый главный человек на корабле. Вышел на палубу. Там он давно соприметил среди пассажиров маленькую девочку, что прогуливалась вместе с мамой. Капитан поспешил к ним. «Ты знаешь, – обратился он к малышке, – что в этом Синем море живут дельфины. Так вот, мы сейчас проплываем в том самом месте, где живет белый дельфин. Он всегда нас здесь встречает и сопровождает наш корабль. Поэтому я и хочу, чтобы вы остались на палубе и увидели его. А вот что он умеет делать, этот дельфин, я тебе не скажу. Пусть это будет для тебя сюрпризом, – улыбаясь, – сказал капитан. Так она узнала о белом дельфине. Девочка сразу забралась к маме на руки, чтобы ей лучше было видно море за бортом. И она уже не спускала глаз с морской глади. «Ну где же дельфины? Вдруг они не найдут наш корабль?» – умновалась она, теребя в руках свою любимую куклу. Но пока девочка ждет появления белого дельфина, вы сейчас узнаете, как началась эта сказочная история. В глубине морского царства скрывается много тайн и загадок. Под этой толщей воды живут ведомые и неведомые существа – морские растения и водоросли. Так вот, в этих морских глубинах также жили-были дельфины. Однажды в их стае родился детеныш. Всем он был похож на своих собратьев, но одно отличие все же у него было – это то, что он родился альбиносом. Это значит, что дельфиненок от носа до хвоста был весь белого цвета. Вся стая его мама с папой очень гордились тем, что рос он умным и сообразительным. Прошло время, как-то резвяясь с друзьями, гоняя друг за другом по морским просторам, белый дельфин впервые увидел корабль. Эта надвигающаяся громадина вначале его испугала. Захотелось побыстрее уплыть, спрятаться от него под толщей воды, но любопытство все же побороло страх, и он с опаской приблизился к кораблю. Больше всего его поразил не корабль, а люди, что находились там, и так, как они радовались, увидев дельфином. С тех самых пор он всегда спешит на эту встречу. Вот и сегодня он несся со всей своей стаей на встречу с кораблем. Девочка первая заметила их. «Мама, мама, смотри, они плывут!» К нам белый дельфин опередив всех подплыл первым. Он выпрыгнул из воды и сделал стойку на хвосте. Затем стал на нем подпрыгивать, словно на батуте, издавая какие-то гортанные звуки. «Ой, мамочка, слышишь, дельфин нам что-то говорит, или он так смеется?» А его друзья уже начали свое представление. Они выпрыгивали и кружились над водой, плюхались обратно в море, поднимая в воздух фонтан и брызг. Гонялись друг за другом, играли в чехарду. Было очень весело и необычно, как будто наш корабль оказался в аквацирке. Но особенно среди них делялся белый дельфин, о котором рассказывал капитан. Девочка с него не сводила глаз. Дельфин тоже давно приметил малышку и очень старался для нее. Она, увидев очередной трюк белого дельфина, громко захлопывала ладоши. И вот беда не удержала свою любимую куклу, и та полетела за борт вниз прямо. В море белый дельфин заметил падающую игрушку и услыхал плач девочки. Ничего не сказал своим друзьям, он кинулся на ее поиски. Нырнув и распугав стайку красивых рыбок, дельфин поплыл к тому месту, где могла находиться игрушка. Мне очень жаль эту малышку. Она так радовалась моим трюкам. Я просто должен помочь ей, думал белый дельфин, ныряя в морскую пучину все глубше и глубше. Бедолага, думая о девочке, не заметил, как угодил прямо в колонию больших медуз. Смотрите, кажется, этот беляк совсем нас не боится. Зачем это ты заплыл сюда? Это наше место. Они начали его окружать. Дельфин попытался остановить их. Уважаемые медузы, я здесь ищу потерянную игрушку. Вы случайно ее здесь? Они не дали ему договорить. Как ты посмел нарушить наш строй? Или ты хочешь, чтобы мы тебя пощекотали нашими щупальцами? Кричали они. Но наш дельфин не растерялся. Он-то хорошо знал, что с этими красивыми стулинистыми зонтиками, с кружевными оборочками, шутки плохи. И поспешил поскорее улизнуть одних, нырнув еще глубже. И вот белый дельфин оказался у вершины подводной скалы, где повстречал своих знакомых, кальмара и каракатицу. Вы случайно не видели здесь игрушку? Спросил он их. Как же, как же, игрушка? Так вот, что тащил своих кличнях омар. Он направился к черной пещере. Там он прячет свой клад, сказал по секрету ему каракатица. Спасибо, крикнул белый дельфин. И с тем глав поплыл под ножью скалы. Будь осторожен! В черной пещере, говорят, живет чудище, прокричал след дельфину кальмар. Как ты думаешь, каракатица? Он меня услышал? Думаю, что нет. Ведь он так спешил, сказала она. Белый дельфин, наконец-то, подплыл к ходу пещеры. Там внутри ее что-то клубилось черное и огромное. Было страшно, но это его не остановило. И вдруг в этой кромешной темноте что-то обхватило его. Сковал ему плавники. Белый дельфин не мог даже пошевелиться. Чудище! Да этим чудищем был огромный черный осьминог. Это его восемь щупальцев с сильными присосками обхватили дельфина и потащили вглубь пещеры. И вот когда уже дельфин потерял всякую надежду на освобождение, что-то сильно ударило по щупальцам. Чудище, которое так крепко держали его. Послышались какие-то то громкие звуки, возня. И вдруг белый дельфин ощутил свободу. Сквозь щеноту пещеры он заметил рядом с самой Амара, который своими размерами был подстать к чудищу. Спасибо за помощь, дядя Амар. Я этого никогда не забуду. Подплывая к нему, сказал дельфин. Ты, говорят, ищешь игрушку, которую я подобрал. Мне об этом рассказали мои подружки-медузы, сказал большой Амар. Прости, но это так. Твою находку я хочу вернуть одной малышке с корабля. Это я стал виновником того, что она уронила ее море. В спешке сказал ему дельфин. Амару, конечно, было очень жаль расставаться с красивой игрушкой. Но ничего не поделаешь, подумал Амар. И нехотя отдал куклу дельфину. Да, друзьям нужно помогать, сказала им подоспевшая крокатица. Благодарный белый дельфин тут же схватил ее и пустился, что было духу, догоняя корабль, чтобы вернуть куклу девочки. Долго ему пришлось плыть за кораблем. Он почти выбился из сил, но вот, наконец-то, и корабль. Как же мне теперь отдать эту куклу девочке? Я должен что-то придумать, волновался дельфин. Он вынурнул из воды, сделал, как всегда, стойку на хвосте и повторял это, пока его не заметили с корабля. Смотрите, наш белый дельфин вернулся. А что это у него там во рту? Да это же моя кукла, вдруг закричала девочка. И тогда капитан приказал спустить шлюпку на воду. Сообразительный дельфин положил в нее игрушку. Вот так кукла вновь оказалась у девочки. Дельфин в последний раз высоко подпрыгнул над водой. Прощай, малышка. Может быть, когда-нибудь мы еще встретимся на этом пути. Подумал он и поплыл в своей только ему одному известной дорогой. А девочка с мамой еще долго махали с корабля ему вслед, ведь белый дельфин поступил, как настоящий друг. И в конце я вам хочу прочитать стихотворение о дельфинах. Я завидую дельфинам. Он на солнце греет спину. В море он купается, прыгает, играется. Небо рядом с ним рискаться. Очень я люблю купаться. На этом наша встреча закончилась. До свидания. Благодарю вас за то, что вы были со мной.